В рамках Больших Вестей, Вести Ульяновск. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Продержимся на своих крупах. Хватит ли ульяновцам продуктов? Ответ в выпуске. Каникулы не повод для скуки. Как школьники с пользой проводят время дома, расскажет Артем Петров. Авиастар ждет новых сотрудников. Работы много. Сегодня очередной самолет отправили на технические испытания. Продолжение следует. В Ульяновской области смотрите в нашем материале. Зал супермаркета, одной из крупных торговых сетей в Ульяновской области, выглядит вполне обычно. Полки заполнены товаром, очередей на кассах нет. Ажиотаж у полок с крупой тоже. Люди приобретают лишь то, что им необходимо сейчас. Молоко, конфеты, творог. За гречкой. Я не закупаю ни гречку, ни туалетную бумагу впрок. Потому что телевизору сказали, что все есть. На складах все есть. Специалисты отмечают, спрос на продукты первой необходимости пошел на спад. Те, кто хотели, уже запаслись. На полках продукция не только дорогого сегмента, но и эконом. Та же гречка – 36 рублей. Распределительные центры, сети имеют запас вот этой продукции высокого спроса на 30 дней. На сегодняшний день все запасы есть. Даже были увеличены запасы, хотя небольшие склады, которые есть на территории магазинов, находятся полностью. И их тоже сегодня обеспечили двойным нормативом запаса той продукции, чтобы обеспечивать оперативную выкладку. Запас социально значимых продовольственных товаров у предприятий торговли региона составляет от 20 дней до нескольких месяцев. В зависимости от срока годности. Во время объезда глава региона обсудил и другой вид безопасности – защиту от всевозможных инфекций, как покупателей, так и персонала. Ведь любой магазин – место скопления людей. По профилактике коронавируса что делается? У нас маска сейчас на кассах, и мы изготавливаем шерность, получается, как кассы, которые стали бы в вокзале. То есть здесь окошечко, а здесь полностью стекло ограждающее. Ну, замечательно. То есть, получается, контакта с покупателем не будет, и у покупателя не будет контакта с кассиром. Еще прозвучало предложение, чтобы уберечь пенсионеров, которые находятся в группе риска из-за ослабленного иммунитета, выделить им время посещения продовольственных магазинов с 8 до 10 часов. Это не значит, что другие люди в это время не смогут туда попасть, но будут знать. И это еще не все. Возникла такая идея – можем ли мы развести потоки? То есть дать определенное количество часов, чтобы вот мы говорили, что дорогие пенсионеры, ветераны, если вы хотите, если вы имеете желание, чтобы мы вам привезли продукты питания, мы сейчас создаем большие волонтерские организации, движения, которые будут приносить ветеранам все, что они закажут. На региональном совете продбезопасности обсудили также закрома самой Ульяновской области. Она, кстати, входит в число 30 лучших субъектов России, урожай зерна в которых превышает 1 миллион тонн. А в запасниках региона сейчас порядка тысячи тонн зернобобов в культур и полторы тысячи тонн круп. Мясо, рыбы, овощи и фруктов также в достатке. А если что, то сможем обеспечить необходимую норму потребления на 85-90% за счет местных сельхозпроизводителей. Это соответствует общероссийским требованиям продбезопасности. Накануне школьники отправились на весенние каникулы, но образовательный процесс не останавливается и сегодня, пусть и дистанционно. К тому, что педагогов и одноклассников дети видят через экраны, и первые, и вторые уже привыкли. Система дистанционного обучения налажена. Пока младшие классы путешествуют по виртуальным музеям, выпускники усердно готовятся к сдаче единого госэкзамена. Артем Петров продолжит. Насколько качественно проходит подготовка? Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Очень удобно, очень интересно. Все супер! Через веб-камеру и колонки сейчас общаются и педагоги со своими учениками. Несмотря на то, что официально начались весенние каникулы, старшеклассники не выпускают из рук учебники ЕГЭ уже скоро. Это только визуально кабинет абсолютно пустой. На самом деле на занятии сейчас присутствует порядка 20 учеников. Все они находятся у себя дома и в дистанционном режиме готовятся к сдаче единого госэкзамена. Бесплатные онлайн занятия проходят несколько раз в неделю. По сути, это обычный урок, но с пометкой, что педагога и учеников разделяют километры. Электронную доску в режиме реального времени старшеклассники ведут на экранах своих мониторов и гаджетов. При этом отследить процесс выполнения заданий учитель также может онлайн. При необходимости ученик включает демонстрацию своего экрана, где отображено решение конкретной задачи. Для детей это гораздо привычнее, чем для учителей, но учителей информатики-то ничем не испугаешь, конечно. Учителя-предметники немножко с проблемами, может быть, в этот процесс войдут. А так, я считаю, что это очень удобный процесс. Мы единственное не видим глаз детей. Вот это проблема. Ученики младших классов во время этих весенних каникул тоже видят своих учителей лишь через экраны. Сейчас, когда нахождение дома мера вынужденное, живые экскурсии тоже переходят в онлайн. Вот в частности, одна из моих учениц посетила виртуальную экскурсию по Эрмитаже. Вот сейчас буквально в группе она делится своими впечатлениями. Из дома каждый может посетить уникальные выставки, которые живьем можно увидеть далеко не всегда. Причем сейчас двери виртуальных музеев открыты круглые сутки. А после того, как композиция досконально изучена, своими впечатлениями школьники могут поделиться с одноклассниками тоже онлайн. Артем Петров, Екатерина Лазарева, Алексей Прохоров и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Дорожные службы работали сегодня в усиленном режиме. Очищали городские улицы от снега и наледи. Это последствия метели, которая накануне парализовала движение на некоторых федеральных и региональных магистралях. Только на дорогах областного центра весь день работало почти сотни машин специального назначения. Сразу после предупреждения синоптиков технику вновь переоборудовали для работы в зимних условиях. Проезжие части обрабатывали против гололеда, снег с металл из тротуаров, остановок и пешкодных переходов. К 7 часам все дороги первой и второй категории были расключены. И мы дополнительно еще 15 единиц, это техника муниципальных предприятий, направили в частный сектор. С 6 утра приступили к работе управляющих компаний. Также с 6 утра проводилась обработка и очистка остановочных павильонов и, соответственно, объекта социальной сферы. Также на сегодняшний день есть четкое понимание по каждой дворовой территории, опасений никаких нет. Уже днем глава города лично проехал по адресам, с которых люди жаловались на плохую уборку. Мы заехали в частный сектор, в частности были на улице Фурманово, на улице Казанской, Арджоникидзе, вот эта вот северная часть, улица Роза-Люксембург. Все они сегодня приведены в нормативное состояние. И что было приятно видеть сегодня, это жители города, те, которые вышли, особенно вот частный сектор, я проезжал и в Заводском районе, и в Ленинском районе. И обратил внимание в железнодорожном районе, где они выходят, расчищают территорию вокруг своих частных домов. Это тоже приятно. По словам главы города, свои предложения или замечания по уборке дорог можно направить в диспетчерскую службу Дорьемстроя по телефону 35 40 78, а по уборке придомовых территорий в контакт-центр при главе города 737 911, код города 84 22. На Ульяновском авиастроительном заводе сегодня передан налетное испытание очередной Ил-76МД-90А. Это тяжелый транспортный самолет. Воздушное судно построено по контракту для Министерства обороны России. После технических испытаний окраски оно пополнит базирующийся в Ульяновске авиационный полк. В текущей сборке находятся порядка 10 самолетов в различной степени готовности Ил-76МД-90А для сдачи в ближайшее время, в 2020-2021 году. Заказов хватает, поэтому завод готов принять на работу больше тысячи сотрудников. Логализация бизнеса в гаражах как резерв доходов регионального бюджета. Глава губернии потребовал навести порядок в гаражной экономике. Предприниматели в боксах зачастую не соблюдают производственных норм. На такой бизнес-площадке игнорируют требования пожарной безопасности. Из этих гаражей идет непонятный какой-то дым, смрад, который потом отравляет воздух для людей. И люди начинают задыхаться, возмущаться. Что же это такое? В конце концов, в том числе, это гаражная экономика. Ливиная часть находится в теневом секторе. Никаких налогов, ничего не платят. Узаконить, например, шиномонтажную мастерскую можно. Потребуется согласие руководства гаражного кооператива. А вот производством покрупнее готовы подобрать самостоятельные земельные участки. Для самих предпринимателей это возможность не только производство расширить, но и субсидии для развития дела получить. Мы создаем, так скажем, дополнительные площадки по передислокации этих объектов. У нас на промзоне созданы, так скажем, отдельные лидерные пасторы. И мы формируем земельные участки и вставляем на торги. При этом мы эти торги проводим в особых условиях для субъектов малого исследования и предпринимательства. В регионе продолжается гаражная амнистия. В кооперативах по всей области в собственность оформили уже 40% гаражей. Сейчас прорабатывают вопрос перераспределения земельных участков там, где боксы выходят за границы ГСК. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. До встречи. Я очень много гастролирую по всему миру. Где бы я ни был, Россию знают по нашим произведениям, будь то музыкальным или литературным шедеврам. Я думаю, что нет такой точки на земле, где бы не знали наших легендарных деятелей культуры. Их труды изучают в школах, университетах, консерваториях и за пределами страны. Наша культура и наш язык – это то, что делает нас сильными и уникальными. Это то, что нас объединяет. Долг государства – обеспечить развитие нашей культуры. А поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную охрану и защиту нашего уникального культурного входа. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Температура воздуха ночью по области от минус 7 до минус 12 градусов. В Ульяновске минус 8, минус 10. Завтра днем по области плюс 1, плюс 6. В Ульяновске плюс 2, плюс 4. Ночью и утром на дорогах гололедится. Ночью и утром на дорогах гололедится.